Ольга Левченко связала жизнь с цифрами. Работает бухгалтером. Но любовь к русскому языку и литературе у нее со школы. Я в школе всегда хорошо училась. И у меня даже на выпускном экзамене было 5-5. И до сих пор горжусь этим. На курсы подготовки к тотальному диктанту пришла вместе с дочерью. В этом году напишут его впервые. Чтобы сделать это хорошо, в атмосферу грамотности нужно погрузиться заранее. И за четыре занятия вспомнить правила орфографии и пунктуации. Обязательно, во-первых, пишем диктанты на занятиях подготовительных по текстам именно того писателя, который является автором этого года. А в этом году автор тотального диктанта Марина Степнова. Так участники узнают особенности авторского стиля, привыкают к необычным конструкциям и хитрым моментам, которые будут в тексте этого года. Ну, например, определения, которые стоят после определяемого слова, в ряду. До определяемого слова они могут быть и неоднородными. Но если в позиции после определяемого слова, они уже становятся однородными. Сначала преподаватель зачитывает предложение полностью, чтобы участники восприняли его на слух. И только потом по частям. Тогда же и начинают писать. Потом я еще раз виктую это предложение полностью. И мы проверяем, как оно пишется. И так вот от предложения к предложению. А в конце я еще раз прочитаю весь текст. В Приморской столице к диктанту готовят на двух площадках. В Дальневосточном федеральном университете и Владивостокском университете экономики и сервиса. Все бесплатно и без предварительной записи. Но вход только по паспорту. Вы, когда приходите непосредственно сам, тайный диктант, вы проверяете свою грамотность. Но ведь мы преследуем цель повышения грамотности. Соответственно, посещая курсы, мы постепенно повышаем грамотность и улучшаем ее. Тотальный диктант напишут 9 апреля. Это масштабный праздник грамотности. И Приморья его активный участник. Владивосток был столицей диктанта в 2018 году. А в этом ей стал Ярославль. Татьяна Сухорукова, Павел Михайлов. Панорама. Продолжение следует...